История русской тряпичной куклы уходит своими корнями в глубокую древность. Изображалась она, как правило, безликой. Наши предки считали, что игрушка без лица остается предметом неодушевленным, а значит, недоступным для вселения злых сил и безвредным для ребенка. Уже 15 лет именно создание традиционной куклы является излюбленной номинацией окружного конкурса прикладного творчества фестиваля искусств «Ступени». Традиционная кукла остается традиционной, потому что это неотъемлемая часть нашего русского народа, и мы стараемся поддерживать наши традиции. И в частности, традиционная кукла проходит сегодня этот конкурс. Творческие работы своих учеников на конкурс представили практически все образовательные учреждения округа. На выставке пестрили игровые, обрядовые и праздничные традиционные куклы. Каждая сделана с душой и любовью. Ну вот мы можем взять вот такую куколку, мы сразу можем сказать, какой праздник олицетворяет образ этой куколки. Мы видим красный цвет, значит, это Пасха. Также в конкурсе выставки «Традиционная кукла» были представлены и другие тематические номинации. На столах парили балерины, созданные по мотивам балета Дягилева, княжные в традиционных костюмах русской знати, рождественские ангелы, а также композиции «Мой учитель», посвященные любимым педагогам. Все конкурсные изделия сделаны детьми. Работы оценивали по двум возрастным категориям. Старшие от 14 до 18 лет и младшие от 10 до 13. Очень здорово, что еще дети маленького возраста, посмотришь там на этикетке 10 лет, а такая необыкновенная работа, просто замечательно. А еще важнее, когда это мальчик. То есть есть мальчики, которые занимаются вот рукоделием. Это вообще отлично. В каждой номинации жюри определяло работы победителей и призеров по качеству исполнения, уровню творческого решения, сохранению традиций, соответствию тематики. Но главным критерием отбора стало самостоятельное изготовление изделия. Есть у нас особые требования, чтобы работы выполнены, конечно, детьми. Это детский конкурс под руководством хоть педагога, но, однако, нужно делать своими руками. На машинке, если прошиты, там тесемочки обычно пришиваются, конечно, нежелательно. Пока члены жюри проходили по залам и оценивали конкурсные работы, юные участники и педагоги проводили время с пользой. На различных мастер-классах в соседних кабинетах лепили символ грядущего года – кролика из соленого теста. А также шили держатель для наушников в виде забавных зверей. И вот так вот. Сначала вперед и гулку в одну сторону, но мелкими стежками, а потом возвращаешься тоже вперед и гулку. Так лучше всего. В финале мероприятия – волнительный момент для всех. Объявления лауреатов первой, второй и третьей степени. А также определения обладателей гранд-при фестиваля. Организаторы дали высокую оценку творческим работам всех конкурсантов и сердечно поблагодарили наставников. Я хочу вам сказать большое спасибо за ваш труд, за то, что вы увлекаете современных детей рукоделием. Ведь вы им даете настоящую радость творчества. Так как вы оживляете наших детей. Я бы даже сказала, что вы стоите таким последним кордоном перед всеобщей цифровизацией. Фестиваль «Конкурс ступени» стартовал в 2007 году и сегодня остается любимой площадкой для творческих ребят Одинцовского округа. Помимо мастеров рукоделия, на нем оценивают вокалистов, хореографов, чтецов и артистов. В этом году появились новые направления. Изобразительный конкурс впечатлений, на котором ребята будут делать иллюстрации к знаменитым сказкам, а также исследовательский. Искусство видеть, знать, любить. Можно, допустим, взять какого-то поэта, можно взять какого-то художника, провести какое-то исследование, то есть узнать что-то новое, об этом человеке. И, пожалуйста, милости просим. Это презентация, это какой-то проект. Конкурсные этапы будут проходить до апреля 2023 года. А в завершение состоится масштабный гала-концерт, где наградят победителей по всем номинациям. Полина Толмачёва, Ферид Харидинов, телекомпания «Денцова». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...